Золотую медаль Никита Макаров держит в руках уже не первый раз. За четыре года в копилке девятиклассника не один диплом всероссийских конкурсов. В феврале этого года наград еще прибавилось. Никита стал лучшим на научной и инженерной выставке в Снежинске. Хотели занять первое место, так и получилось. У нас получилось два первых места. Один первое место за работу, а второе место из администрации города Снежинска. Победу Никите принесла работа по исследованию и оценке пребиотиков кисломолочных продуктов. В рекламе по телевизору то и дело говорят о пользе кефира. Школьник вместе с его научным руководителем решили проверить, не врут ли. Мы выявили подлинность и фальсификацию некоторых продуктов, йогуртов. И оказалось, реклама не обманывает. Действительно, одинаково полезны не все йогурты, но какие именно, пока держат в тайне. Лабораторные исследования проводили в региональном управлении номер 59. Мы два раза в неделю бегали туда после уроков и часов до шести мы там занимались. Все научные работы Никиты так или иначе связаны со здоровьезбережением. Так, девятиклассник уже проводил исследования крови, изучал пагубное влияние вредных привычек на живые организмы. Теперь вместе со своим руководителем решил посчитать количество рутина и кофеина в разных сортах чая. Над этим Никита и его учительница трудятся сейчас. Работа уже на завершающей стадии. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».